Школьники Восточного Казахстана решают экологические проблемы. Их заботят зелёные технологии, новые источники энергии, вторичная переработка мусора. Свои проекты ребята представили на форуме юных экологов, посвящённом 25-летию независимости Казахстана. Проблемы экологии для Восточного Казахстана имеют первостепенное значение. Регион – один из главных промышленных центров республики. И даже дети здесь стараются придумать новые способы охраны окружающей среды. К примеру, Жанель Рахимова из Семея предлагает все трубы заводов и фабрик превратить в цветущие клумбы. Мы знаем из учебников курса биологии, что растения выделяют кислород. И чем больше растений, тем чище воздух. Поэтому я и придумала разместить зелёные кольца прямо на трубах, чтобы зелень сразу очищала выбрасываемые газы и дарила нам чистый воздух. А десятиклассник Саша Спиридонов из села Уварова свой проект уже опробовал на практике. Он за зелёные технологии и с помощью солнца обогревает воду в своём доме. Солнечные лучи падают на коллектор. Дальше нагревается в коллекторе вода. В коллекторе имеется змеевик. По змеевику, по трубам вода поступает в накопительный бак. На накопительном баке есть тёплая вода и холодная вода. Поча снатом рассваивается. А по принципу конвекции холодная вода будет опускаться вниз, горячая будет подниматься вверх. И дальше подаётся в дом, делится юный исследователь. Члены жюри проекты детей ценили высоко и намерены рекомендовать их для дальнейшего продвижения. Школьники же готовы работать и дальше. На форуме они показали свои умения превращать отходы в произведение искусства. И даже устроили модный показ в платьях, вязаных из кассетных плёнок и склеенных из мусорных мешков. Анна Лисенбердина, Аслан Тулепов, Возвучно-Казахстанская область, Хабар-24.